Сорта ампельной клубники крупноплодной и ремонтантной. Ампельная клубника изначально воспринималась как декоративное растение. Со временем этот вид ягоды стал использоваться в пищу. Плоды имеют приятный насыщенный вкус и множество особенностей, которые так полюбились садоводами. Особенности и преимущества ампельных сортов клубники. Клубника имеет несколько отличий, которые являются ее преимуществами. Плодоносит земляника ампельная на усиках и цветоносах. Практически все разновидности являются ремонтантными. Это означает, что урожай можно собирать в течение всего вегетативного периода. Есть подвиды, которые можно сажать в вертикальном направлении. Такие растения можно выращивать в квартирах в горшках и баловать себя вкусными ягодами постоянно. Ампельные ягоды можно сажать в полутени. Они комфортно будут чувствовать себя при небольшом солнечном освещении. Необычная клубника не только очень вкусная ягода, но и яркое растение в саду. К сведению, многие воспринимают ампельный вид земляники как вьющиеся, но это не совсем так. Само по себе растение плестись не будет. Его нужно привязывать и формировать. Что такое ампельная клубника? Ампельная клубника, уход и выращивание которой совсем не сложные, является одним из подвидов земляники, полученной путем селекции. Описание культуры. Усики компактные, их диаметр от 20 до 30 сантиметров, длина от 50 сантиметров до 1 метра. Цветки белые, но есть подвиды, которые цветут розовым цветом. Усики обильно разрастаются и стелятся по земле, отчего и складывается впечатление, что растение вьется. Ягоды на кустах присутствуют в течение практически всего сезона. Обратите внимание, разведение клубники в домашней среде на балконе позволяет собирать урожай круглый год. Клубнику можно выращивать не только в саду, но и в помещении. Интересные факты о землянике и особенности сортов. Ампельный вид считается одним из самых вкусных. Помимо великолепного аромата ягод, которые предпочтительно использовать в кулинарии, они очень полезны для здоровья. Имеют минимальную калорийность, но при этом хорошо насыщают, благодаря чему их рекомендуется употреблять во время диет. Благоприятное влияние на здоровье, нормализация артериального давления, улучшение работы пищеварительной системы, ускорение метаболизма, увеличение мышечного тонуса, оказание рано заживляющего и дезинфицирующего действия. Земляничный экстракт является одним из ингредиентов многих косметических. Средств, масок и лосьонов, мыла, тоников. Ампельный вид ягоды намного вкуснее и ароматнее, нежели другие разновидности клубники. Варианты выращивания. Посадка осуществляется через семена или саженцы. Важно! После первого цветения нижние листья и почки обрезаются. Лучшие сорта ампельной крупноплодной клубники для выращивания. Ампельный вид клубники представлен множеством разновидностей, но лишь некоторые из них пользуются популярностью среди садоводов. Рикла. Плодоношение раннее однократное. Ягоды очень сладкие и крупные. Высота кустика средняя. Листья светло-зеленые. Усики длинные, их численность небольшая. Лепестки белые. Средний вес ягоды от 20 до 25 граммов. Эль Санта. Это один из наиболее урожайных подвидов. Один куст дает до 2 килограммов клубники. Первые ягодки имеют светлый кончик. Торпан. Высота и диаметр кустика не более 30 сантиметров. Усики длинные, до 1 метра. Торпан отличается высокой урожайностью. Форма плодов вытянутая конусообразная. Виктория ампельная. Распространенный сорт с крупными плодами. У сорта высокая морозоустойчивость, но ягода чувствительна к весенним заморозкам. Любит обильный регулярный полив. Недостаток. Собранные плоды имеют минимальный срок хранения. Искушение. Невысокие густые кусты. Цветонос крупный. Ягоды большие в форме конуса. Аромат имеет нотки муската. Искушение. Морозостойкая клубника, которая не переносит засуху и зной. Сажать ее рекомендуется в том месте, где нет прямых солнечных лучей. Делиз. Новый подвид, выведенный агротехниками в 2016 году. Один куст дает до 1,5 килограмма урожая. Форма плода круглая, крупная, с отличительным ароматом. Лоран. Зацветает и плодоносит очень рано. Листья темно-зеленые. Плодоносит с середины июня и до первых заморозков. Идеальный вариант, выращивать землянику ампельную в кашпо. Белые соцветия очень красиво смотрятся в саду среди других декоративных цветов. Ампельная клубника с розовыми цветами. Уход и выращивание. Практически все разновидности клубники отличаются простым уходом и неприхотливостью. Сорта клубники с розовыми цветами. Выращивать клубнику можно в открытом грунте и в вазонах. Но если ягода будет содержаться как комнатное растение, его нужно регулярно подкармливать. Самые распространенные сорта. Чаровница. Крупноплодная разновидность, которая рекомендована к выращиванию дома и в саду в вазонах. В открытом грунте плодоносит весь сезон. Плоды сладкие в форме конуса. Розовое чудо. Это ранеспелый гибрид с высокой урожайностью и длительным периодом плодоношения. Ягоды приторные, очень сладкие. Розовый фламинго. Является домашним растением, которое рекомендуется содержать в вазонах. Ягода ярко-алая, большая. Роман. Цветы светло-лиловые, форма плодов копельная, окрас ягод красный. Тоскана. Тоскана. Это новинка среди огородных культур. Кустик небольшой, высотой не более 15 сантиметров. Вечность. Созревает рано. Светоносы малиновые. Ягода продолговатой формы бордовая. Тристан. Это гибридный подвид с сочной сладкой ягодой. Газана. Комнатное растение с ярко-малиновыми цветами. К сведению. Ягода короткого светового дня. Это подвид обычной клубники, которая дает урожай весной в первых числах июня. Почки она начинает закладывать, когда убывает день. Лучшее удобрение для клубники можно сделать самому. Состав. Суперфосфат. 180 граммов. Борная кислота. 40 граммов. Медь. 1 грамм. Аммиачная селитра. 30 граммов. Марганцовка. 20 миллиграммов. Цинк. 2 грамма. Нежный цвет лепестков клубники всегда привлекает к себе внимание. Смешиваются ингредиенты в 10 литрах воды. Такого количества раствора хватит для подкормки 50 кустов. Правильный уход и выращивание ремонтантной ампельной клубники. Основное условие к получению регулярного урожая – правильный уход за растением. Вырастить клубнику можно из семян или из рассады. Как правильно сажать ампельную клубнику? Семенной способ быстро дает множество крепких саженцев, которые уже в текущем сезоне могут плодоносить, если за ними ухаживать должным образом. Преимущество такого способа в том, что снижается вероятность возникновения различных заболеваний, потому как они не передаются через семена. Семенная высадка осуществляется в январе, самый поздний срок, первые числа февраля. Пошаговый алгоритм действий – подготовка земли. Клубнике нужен рыхлый грунт, который хорошо пропускает воздух. Рекомендуется использовать торфяную землю, добавляя в нее кокосовые волокна. Сверху на грунт насыпается тонкий слой песка. На песок выкладываются зерна. Самый лучший метод – присыпать зерна снегом. Снег начнет таять, вода будет впитываться в землю, таща за собой зерна. Емкость накрывается полиэтиленом или куском стекла. Ставится в светлое помещение с температурой до 25 градусов. Ежедневно землю нужно проветривать, снимая с нее пленку на 15-20 минут. Первые кустики начнут пробиваться через неделю, но не исключается и более позднее прорастание – примерно через месяц. Емкость с молодыми побегами нужно поставить в хорошо освещенное место. Важно! Зерна нельзя собирать с гибридных разновидностей клубники, потому что выращенное растение может не сохранить признаки материнского куста. Как посадить рассаду? Через месяц после проклевывания всходов проводится пикировка. Каждый кустик необходимо поместить в отдельную емкость. Но возможно пикировка только после появления 2-3 полноценных листов. Сажать в открытый грунт клубнику можно в мае. Предварительно ягоду нужно подпитать комплексным удобрением или навозом, в который примешивается древесная зола. Расстояние между лунками от 15 до 25 сантиметров. Лучше всего использовать саженцы клубники. Полив и удобрение. Правильный полив – один из ключевых факторов для успешного развития растения. И получение стабильного урожая. Земля должна быть хорошо увлажнена, но не залита. Нельзя допускать пересыхания грунта. Обратите внимание, чтобы влага постоянно подпитывала кусты, рекомендуется воспользоваться гидрогелем, который закладывается в землю во время высадки побегов. Подкормки должны быть регулярными, чтобы в течение вегетационного перила клубника плодоносила. Если ягода растет в открытом грунте, используется органическая подкормка. Для растений в вазонах подойдет комплексное минеральное удобрение. Посадка ампельной клубники в горшки – особой разницы в действиях между высадкой в открытый грунт или кашпо нет. Но особое требование выдвигается к качеству земли. Состав почвы включает следующие вещества, смешанные в равных частях – торф, листовая земля, дерновая земля, перегной. Клубника в вазонах – необычный и яркий декор. В смесь добавляется немного речного очищенного песка. Чтобы дольше сохранялась влага, в землю засыпается немного гидрогеля. На дно вазона кладется дренаж, галька, керамзит или древесный уголь. Объем емкости подбирается из расчета, что на один куст необходимо 1,5 – 3 л питательной почвы. Обратите внимание, кусты не углубляются. Точка роста, что проходит посередине куста, должна находиться над землей. Болезни и вредители борьба и профилактика. Клубника часто подвергается нападкам насекомых. Ягоду поражают нематоды и земляничные клещи. Признаки появления клещей – увядание листьев, уменьшение размера ягод. Для уничтожения насекомых применяются препараты – актелек, фуфанон, нейрон. Обработка осуществляется трижды с промежутком от 1 до 1,5 недель. Если лечение не дало результата, кусты нужно выкопать и сжечь. Если плод стал жестким, а стебель плотным, значит, клубника стала жертвой нематоды. Лечения от этого паразита нет. Все кусты подвергаются уничтожению. Из болезни ягода подвержена грибку. Его лечение заключается в обработке фунгицидами. Профилактика болезней и вредителей – это регулярный, правильный уход, подкормка, обработка кустов осенью и весной бордоской жидкостью. Что представляет собой смесь медного купороса и известкового молока. Уход зимой. Чтобы сохранить клубнику зимой, стоит воспользоваться следующими рекомендациями. Кустики присыпаются землей, дополнительно мульчируются опилками, соломой или листьями. Это нужно делать обязательно, если морозы сильные. Если клубника выращивается в южных регионах, кусты утепляют с помощью соломы, нетканого полотна. Если ягода растет на улице в кашпо, его стоит занести в помещение с температурой до 30 градусов. Укрытие клубники поможет ей стойко перенести самые сильные морозы. При умеренных морозах и обильных снегопадах растение хорошо перезимует под толщей снега. Внимание! Если содержать в помещении клубнику при температуре выше 30 градусов, кусты может поразить грибковое заболевание. Клубника ампельного вида отличается невероятной сладостью плодов и урожайностью. Главное, создать для растения комфортную среду, тогда красную сочную ягоду можно собирать несколько раз за сезон.